Добрый вечер, в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Видеотеррорист, кто на самом деле сделал запись вероятной установки взрывчатки под автомобиль Шеремета? За высоким забором. Почему такие громкие обыски в Буче и Ирпене не увенчались задержаниями? Сколько стоит прокурор? В какую сумму полтавский прокурор оценил честь мундира? Работы над ошибками. Польский Сейм признал Волынскую трагедию геноцидом. Как ответил украинский миф? Министерство без головы. Почему в Минздраве плодятся замы, но не министры? В Киеве сегодня прощались с Павлом Шереметом. Сотни друзей и коллег пришли в украинский дом. Из Беларуси приехала его мать и дети. Панихиду посетил и президент Украины Петр Порошенко. Последний путь журналиста провожали под аплодисменты. Завтра Павла Шеремета похоронят в Минске, рядом с отцом. Дело Павла Шеремета прокомментировал генеральный прокурор Юрий Луценко. Сегодня в Ужгороде он представлял нового областного прокурора. О чем еще говорил глава ГПУ, узнаем у Марины Коваль. Сначала Юрий Луценко представляет нового прокурора Закарпатья Владимира Гаврилюка. Дает установки. Главное бороться с незаконными вырубками леса и контрабандой древесины за границу. А после генпрокурор выходит к журналистам, которых интересует два громких дела. Об убийстве Павла Шеремета говорит подробно. Комментирует видео, которое сегодня появилось в интернете с подозреваемыми в преступлении. При этом ни слова о том, как оно, собственно, появилось в сети. Мы занимаемся анализом всех видеоматериалов и не только тех, которые вам известны из мережи интернета. Что могу поведомить? То, что убийца был не один. Это группа. И часть этой группы мы уже видим на видео. Сейчас делается все, чтобы получить экспертное выяснение про тип вибуховки и самого вибухового пристроя. А также ряд других действий о том, что люди, которые были на месте закладки вибуховки, а потом и вибуховки. Упоминает Луценко и о журналистах 17 канала, которые загадочным образом оказались в 7.45 утра на месте убийства Шеремета. Они, напомню, сняли первые секунды происшествия, причем в деталях. Высказывание губернатора Закарпатия Геннадия Москаля о том, что полиция после реформирования фактически осталась без настоящих профессионалов и теперь не в состоянии раскрыть это убийство, генпрокурор комментирует так. Геннадий Геннадьевич, с моей точки зрения, является одним из, возможно, трех или четырех асов правоохранной системы, принадлежно именно милицейской части, и я не хочу комментировать его личную думку. Я ее очень считаю. В тот же час, маю сказать, что спульная следовательная группа, которая создана на базе главного следовательного управления МВС, работает уже на базе центрального оператора с вчерашнего дня. Сейчас, буквально, возможно, вы видели, я отходил, мав перемоги о порядке залучения экспертов Федерального бюро расследований США. Уже с сегодняшнего дня эти эксперты начали работать в украинском легальном поле. Высказался генпрокурор и по поводу вчерашних обысков у мэра в Буче и Ирпеня под Киевом. Дело на миллиарды гривен, заявляет Луценко. Лес был вкраден в государство, в супер, существующий на тот момент правилам его выделения. Он был создан необходимым людям, в том числе, в высокой владе, как, например, первому заступнику главы Верховной Ради, гражданину Калатнику, 14 гектаров. После революции Генеральная прокуратура Украины через представительство в судах скасовала это решение, повернула ліс к государству. Генпрокурор также уверен о том, что будут обыски. Мэры знали, их предупредили. Теперь в ГПУ выясняют, кто из сотрудников мог слить информацию. Никто их не арештовывал. Правда, один швидко втек, видно, плохо спится. В три ночи поехал в аэропорт. Другой ожидал следствие. Мы не имели никакого намёра арештовывать негайно, потому что мы считаем, что в этой ситуации мы получили всю информацию для дальнейшего продолжения следствия и визначения меры избежного захода в суде. Каким он будет, покажет подозрение. Она будет выяснена им в ближайшие дни. В ходе обшивания мэра Абучи нашли большую количество земельных актов, которые свидетельствуют о полезных интересах в ходе этого незаконного ощущения на земле с боку его и членов его семьи. Все спробы подать это как политический процесс откидаю. Луценко также добавил, после того, как обоим мэрам будет объявлено подозрение, суд решит, какую меру на время расследования ими избрать. Марина Коваль, Юрий Ковалёв, подробности телеканал Интер, Ужгород. Напомню, накануне у себя на странице в Фейсбук генпрокурор написал о том, что в рамках дела о хищении почти 900 гектаров леса были проведены обыски по 31 адресу, в том числе и по месту проживания мэров Бучи и Ирпеня, Анатолия Федорука и Владимира Карпюка. И что подозреваемые должностные лица в период с 2006 по 2012 год незаконно передали в собственность своему окружению и нужным людям из Киева земельные участки. Но, как мы видим, пока ни один из фигурантов этого дела не арестован, обвинения никому не выдвинуты. О том, что происходит в Буче и Ирпене, мы расскажем чуть позже. Пока же давайте вернемся к делу об убийстве Павла Шеремета. Сегодня в сети появилось видео якобы установки взрывчатки под автомобиль журналиста. Что это за кадры и как они могли просочиться в интернет, разбирался Ярослав Кричко. В украинском доме о Павле Шеремете много добрых слов и теплых воспоминаний. И практически ничего о том, кто мог совершить и спланировать это страшное убийство. Я бы не хотел сейчас никому давать подсказки, потому что все, что я говорю, оно потом ретранслируется. Мы не должны дать повода тем, кто задумал это преступление, чтобы они что-то от нас узнали. Но примерно в это же время в общем доступе в интернете появляются вот эти кадры, смонтированные в хронологическом порядке. На видео якобы зафиксирован момент установки взрывчатки под авто. Сначала в 22 минуты после полуночи к припаркованной машине, в которой утром подорвался Павел Шеремет, подходит неизвестный. На некоторое время он присел возле водительской двери. Похоже, кадр был снят камерой вот на этом здании по улице Ивана Франка 5. Красная машина на сегодняшнем видео приблизительно стоит на том же месте, что и авто журналистов ту ночь. А можно с кем-то поговорить по поводу видео с камер наблюдения? Ну, если тысячу девять, нужно на центральный, национальный банк, центральный аппарат. А это здание национального банка? Ну, объект национального банка. Следующие кадры, очевидно, сняты немного выше по улице и с другой стороны. Это может быть камера на доме Ивана Франко 4. Вот примерно тот же ракурс. На ночной записи видно, на улице появляется женщина с сумкой или пакетом. За ней на небольшом расстоянии движется некий мужчина. Далее кадры похожи снова с камер пятого дома. Всего на нем оборудованы три камеры наблюдения. Женщина и мужчина перебросились словами. Потом последний имитирует пьяную походку, идет вниз, а женщина в это время, возможно, устанавливает взрывчатку под днище машины. В соседних офисах нам говорят примерно одно и то же. А приходили к вам следователи, спрашивали? Да, конечно. Они не сами общались с руководством? В Нацбанке в ответ на наш запрос подтвердили, здание по адресу Ивана Франко 5 действительно принадлежит им. И видео с камер наблюдения они действительно передали в правоохранительные органы. Как оно могло появиться в сети? В СБУ не комментируют, советуют обращаться в нацполицию. По телефону ближе к вечеру на наш запрос ответили так, дословно. Нацполиция не комментирует появление этого видео в сети, чтобы не навредить следствию. А представители сайта обозреватель, который первым обнародовал запись в интернете, нам заявили, получили ее от своих источников. В СМИ действительно появляется много противоречивой информации. В интернете пишут о якобы организованном сотрудниками криминального блока нацполиции наружном наблюдении за Павлом Шереметом. Мол, эти люди даже зафиксированы на кадрах сразу после трагедии. Более того, слежка якобы велась даже за главой нацполиции Хатей Деканаидзе. Но позже в МВД все эти сообщения опровергли. Тем временем так и неизвестна роль в расследовании ФБР. Не буду комментировать информацию. Мы пригласили для расследования всех тех, кто мог бы нам помочь. В том числе и сотрудников Федеральной службы безопасности ФБР. К работе привлекаются старые милиционеры, старые кадры, у которых есть большой опыт расследования таких преступлений. И я думаю, что сейчас нам всем надо их поддержать. Кто эти старые кадры, кого привлекают к расследованию и кто возглавляет группу ФБР-овцев, ни слова. Пока же с каждым днем вопросов становится все больше. Не только по поводу версий и причин этого страшного убийства, а и в отношении того, как ведется следствие и почему возможна утечка информации. Ярослав Кречко, Александр Пантелеймонов и Александр Данилов. Подробности телеканал Интер. Мы очень надеялись получить ответы на многие вопросы относительно этого убийства. На совместном брифинге главы СБУ Василия Грицака и главы нацполиции Хатия Деканаидзе. Однако позднее эту встречу, увы, отменили. Апелляционный суд Киева снял арест с половины имущества одного из так называемых бриллиантовых прокуроров Александра Корнейца. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства. Чем руководствовались судьи, когда принимали такое решение, узнаем от Егора Логинова. Арест на собственность Александра Корнейца, это 4 земельных участка общей площадью 26 тысяч квадратов, суд наложил в сентябре прошлого года. Месяц назад жена Корнейца Светлана, которая работает в Киевской областной прокуратуре, подала апелляцию. И сослалась на брачный контракт, заключенный с мужем 3 года назад. В документе прописано, именно ей принадлежит все имущество и земельные участки Корнейца. И вот 12 июля столичный апелляционный суд принял решение снять арест с половины имущества Корнейца. И этот вердикт оспариванию не подлежит. Несмотря на то, что в случае признания его вины, собственность бывшего зампрокурора Киевской области была бы конфискована. Что думают по этому поводу в генпрокуратуре, которая ведет дело бриллиантовых прокуроров, нам сегодня узнать не удалось. На все запросы там не отвечают. А вот что говорит сам Корнеец, которого отпустили из СИЗО после внесенного в залога в 3 миллиона 200 тысяч гривен. Когда генеральная прокуратура, инспекция генеральная, накладывала арест, они наложили арест, не разбираясь, кому что принадлежит. Моя жена обратилась в суд, чтобы снять арест с половины, которая принадлежит ей. Все мое имущество, которое было арестовано, оно также и продолжает оставаться арестованным. Корнеец уже год на свободе, как и Владимир Шапакин. Напомню, обоих задержали 5 июля 2015 года по подозрению во взяточнистве. Во время обысков у Шапакина изъяли 400 тысяч долларов, у Корнеца ювелирные изделия, 65 бриллиантов и автомат Калашникова. В январе этого года генпрокуратура передала дело бриллиантовых прокуроров в суд. И разбирательство продолжается уже 7 месяцев. Егор Логинов, подробности, телеканал Интер. Прокурора взяточника задержали в Полтавской области. У местного фермера он требовал 19 тысяч долларов. Взамен обещал помочь с получением 60 гектаров земли. Предприниматель передал часть суммы. Эти деньги прокурор привез домой, где их, собственно, нашли правоохранители. Операцию проводили сотрудники прокуратуры и СБУ. Теперь прокурору грозит от 3 до 8 с конфискацией. За эту сумму он обещал помочь решить вопросы из земли в райдержадміністрации. Споробитники спецслужбы вместе с прокуратурой затримали хабарника у власному будинку після отримання 195 тисячі гривен. За торговлю боеприпасами задержан замком командира 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Об этом на своей странице в Фейсбук написал военный прокурор Анатолий Матиас. По его информации, кадрового военного поймали на горячем. Он как раз сбывал патроны и гранаты РГД-5 гражданскому лицу. За последние два месяца он успел продать более 5000 единиц и заработать 67 тысяч гривен. Но теперь ему грозит срок до 12 лет тюрьмы. Сейчас следователи пытаются выяснить происхождение этих боеприпасов, а также установить других соучастников преступления. Самым напряженным участком на Донецком направлении остается Авдеевка. Военные говорят, что там враг боеприпасов не жалеет, есть раненый. Кроме этого Авдеевка вновь осталась без света и центрального водоснабжения. Все подробности расскажет Геннадий Вивденко. У ребят здесь на передовой есть четкое ощущение, что этот участок фронта превратился просто в какой-то полигон для отработок новой тактики боя, новых боеприпасов. Расслабиться не дают ни часа. Постоянно действуют диверсионные группы противника и постоянные обстрелы. Мы уже испытываем, что-то не знаю. Боистики даже снаряды не могут наточить. А это не чуть-чуть. Губы и все. Неожиданно. Уже две недели как противник активизировался под Авдеевкой. Для армейцев есть неписанная норма. Если враг ближе, чем за 500 метров, открывают огонь на поражение. Украинские танкисты отведены от линии соприкосновения на 30 километров, но все время поддерживают боевую готовность и проводят постоянные тренировки. Норматив подготовки к выезду 12 минут. И танк готов к бою. Сейчас танкисты находятся за спиной своих побратимов в тылу. На фронте противник за последние недели уже не раз использовал танки против украинских бойцов. Все время как мы видим разведчиков, когда вы к нам приедете, поможете нам, потому что нас, говорят, очень сильно по нам стреляют. Если будет команда, то мы в кратчайшее время им поможем. Поверьте, придем вовремя и своим поможем. Враг будет остановлен. Танки Т-72 еще год назад ржавели на площадке одного из украинских заводов. Их быстро починили. Теперь они на так называемой точке подлета по линии обороны Пески-Авдеевка. Здесь у нас цветочки, бабочки. Нам оставил наш командир танка, уходя на дембель, подарок такой вот на память о себе. Необычный танк у нас получился. Танкисты шутят, их машины несут светлое будущее украинской земле. Между тем, есть свежая информация о разведке. Враг перебросил больше десятка самоходных арт-установок под Авдеевку. Ночью боевики арт-огнем второй раз за неделю перебили линии электроснабжения в городе. Их уже восстановили, но водопровод пока не работает. Геннадий Вивденко, Игорь Сулья, Анатолий Воробей. Телеканал Интер из Донецкой области. Украина готовится к празднованию 25-й годовщины независимости. 24 августа в Киеве пройдет военный парад. Такое распоряжение уже подписал президент Порошенко. Подготовкой к мероприятиям глава государства поручил заняться министру обороны Степану Полтораку. Сотрудники СБУ пришли с обысками на предприятие крупной коммерческой структуры смарт-холдинг. Что искали и какая подоплека у происходящего разбирались наши корреспонденты. Херсонский судостроительный завод, как и десяток других предприятий, входит в структуру смарт-холдинга. Сегодня сюда пришли следователи СБУ изымать документы. В решении суда о проведении обыска сказано, организации холдинга могут быть причастны к финансированию терроризма. Директор судостроитель говорит, такого абсурда не видел с конца 90-х. То, что сегодня произошло, это вообще беспрецедентный случай. Пришли, изъяли сервера, изъяли документацию и показали всему миру, как надо убивать работающие предприятия. Финансовую документацию следователи изымали до вечера. Журналистов внутрь не пустили, ничего не комментировали. Ничего не говорят сегодня и в СБУ. Аналогичные обыски прошли и на других предприятиях в Николаевской и Полтавской областях. Директор завода говорит, причина такого пристрастия однозначно в политике. Дело в том, что бенефициаром смарт-холдинга является один из лидеров оппозиционного блока Вадим Новинский. В этом перечне, который мне сегодня принесли, там есть просто список всех предприятий, которые ассоциируются с народным депутатом Вадимом Новинским. Это наезд на политическую партию, оппозиционный блок. Смарт-холдинги обвинения в связях с террористами категорически опровергли, назвали надуманными, а обыски охарактеризовали как неприкрытую расправу над политическими оппонентами. Сам Новинский, в свою очередь, все это воспринял как бандитскую атаку. На своей странице в Фейсбуке он пишет, причина происходящего – его непримиримая политическая и гражданская позиция, а также меценатская деятельность в Украинской Православной Церкви. А в оппозиционном блоке в прошедших обысках увидели не только политический подтекст, но и попытку власти отжать у бизнеса успешно работающие предприятия. На сайте партии сказано, что таким образом власть разрушает не только доверие инвесторов, но и саму Украину. С просьбой разъяснить причины следственных действий мы отправили письменный запрос в СБУ и ждем ответ. И вернемся к теме обысков у мэров Буччи и Ирпеня. Один из них сегодня, кстати, на рабочем месте. Так что же нашли следователи генпрокуратуры на работе и дома у него и у его коллеги? Куда сбежал мэр Ирпеня? И будет ли продолжение у этой громкой истории? Елена Зорина подробнее. Город Ирпень сегодня без мэра накануне Владимир Карплюк скрылся, оказалось, в отпуск. С 21 по 19 сервера. Купи наказы про отпуск. Вместо него Лидия Михальченко просит от работы не отвлекать. Я выполню поиски. И больше вопросов не задавать. В Бучанской мэрии, где вчера были люди в масках, тоже кипит работа. С самого ранка, с 8-го дня. Мэру, которого что-то искали и на работе, и дома, на месте. Я на работе, ни за побежного захода, и других вещей не вживали. Весь сыр-бор из-за леса. Речь о хищении почти 900 гектаров, которые, по подозрению генпрокуратуры, выделены с превышением служебных полномочий. Вот один из участков 14 гектаров скрывает высоченный забор. Кажут, шоколитника. Татьяна думала, будет жить у леса, и реки оказалось у забора. Его уже называют Бучанским Межигорьем. Пять лет назад мы купили дом, и через два года начали строить этот паркан. Резь перекрыли, светла нет, хотя, слава Богу, есть воздух. По соседству дом отпускника мэра Ирпеня. Но там его нет. Территорию охраняют. Вы сами как раз не знаете, кто. Недалеко и до мэра Бучи, где были обыски. Деньги, иконы, медали, ордена и драгоценности. Вот улов правоохранителей. Сам мэр говорит, награды старые, а украшения детские. Дитина в семилетнем веке. На работе забрали документы, касающиеся земли. Но Федорук говорит, невиновен. А гектары Калетника еще в прошлом году отошли к обмину. В данном случае, ось є приміщення міської ради лікарня напроти. Это незаконно выдано, потому что она тоже 890 входить. Это межи міста. Этим решением было выделено земельную дилянку на дружину мэра Бучи, пана Федорука Людмилы Федорук, 15 соток. А вот этим решением было выделено земельную дилянку 40 соток на тестя пана Федорука. Общественный активист Виктор Бархоленко утверждает неправда. И это подтвердили суды всех инстанций. Мэр Исибелияс выделял и другим давал. Это леса первой категории, первой категории захищенности. Выгоду в межах земельного фонда Бучи отримали не только такие известные политики, как Калетник, а также и руководитель аппарата Верховной Ради Зайчук. Также прокуроры отримывали другую рангу областного уровня, местного уровня. Суды также отримывали. Именно он уже 14 лет добивается расследования этой истории, пока безрезультатно. Единомышленники, которые подтверждают земли из госсобственности, перевели в коммунальную незаконно. Через некоторое время сами получают на дело. Так, например, было в истории с бывшим вице-спикером Калетником. Елена Зурина, Василий Миновщиков, подробности, телеканал Интер. Печерский райсуд арестовал коллекцию ценностей беглого Виктора Пшонки. Это иконы, картины, ценные книги, посуды и сувениры, переданные в Национальный художественный музей Украины. Обвинение подозревает бывшего генпрокурора в ряде правонарушений. Против него заявлены иски на 40 миллионов гривен. Также арестованы ценности, найденные в Сухолучье, в охотничьем домике беглого президента Януковича. А в Одесской области на взятки погорел полицейский. Инспектор Белгород-Днестровского отделения требовал 7,5 тысяч гривен у предпринимателя. Деньги должны были стать гарантией того, что в бизнес правоохранители вмешиваться не будут. В прокуратуре предполагают, что полицейский мог систематически брать такой оброк с владельцев местных заведений. Сейчас эту версию проверяют. Сейм Польши проголосовал за признание Волынской трагедии геноцидом. Резолюцию эту поддержали 432 депутата из 460. Нижняя палата польского парламента провозгласила 11 июля национальным днем памяти жертв геноцида на Волыне. Из тех резолюции убрали слова о братоубийственной войне. Ответственными за геноцид назвали украинских националистов. Во время доклада в Сейме пояснили, что Польша осуждает убийц и идеологию, а не весь украинский народ. Я напомню, речь идет о трагедии, которая произошла во время Второй мировой войны. Украинские историки обращают внимание на то, что 20 тысяч украинцев погибли от рук подпольной армии Краева и польской полиции. Считают доказанным тот факт, что жестокие убийства польских граждан совершали сотрудники советского НКВД под видом ООН УПА. Это как раз тот случай, когда употребление понятия «братоубийственная война» может изменить суть того, о чем мы говорим. На самом деле мы сегодня говорим об организованной акции украинских националистов, убивавших своих польских соседей. На такое решение польского парламента отреагировал уже президент Петр Порошенко. На своей странице в Фейсбук он написал, что сожалеет о решении Сейма и предполагает, что многие захотят использовать его для политических спекуляций. Глава украинского МИДа Павел Климкин на странице ведомства, там же в Фейсбуке, отметил, что в Волынском вопросе у поляков победили эмоции. И что задержание этого документа вызывает обеспокоенность. Министр выразил сожаление, что Варшава не прислушалась к предложению Киева действовать совместно в этом вопросе. А вот как прокомментировал заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко. Повторную попытку переворота в Турции не исключает президент Эрдоган. Он признает, что государственная разведка не безгрешна, но власть готова эффективно противостоять мятежникам. Также Эрдоган анонсировал создание новой структуры в армии. А Минюст Турции призвал не прислушиваться к мнению ЕС в вопросе возврата смертной казни. Там считают, что нужно руководствоваться исключительно турецким законодательством. Кроме этого, МИД страны аннулировал почти 11 тысяч паспортов граждан. Ну и продолжаются аресты мятежников. Турецкие силовики отыскали полковника, который якобы отдал приказ стрелять по людям на мосту в ночь попытки государственного переворота. Жизнь вернулась в нормальное русло, однако не стоит успокаиваться. Необходимо сохранять бдительность. Еще есть сумасшедшие, которые жаждут реванша. Но мы принимаем все меры, чтобы устранить таких людей. Турция может продлить режим чрезвычайного положения, введенный на три месяца. Об этом заявил президент этой страны Эрдоган. Мол, если будет такая необходимость, то препятствий для пролонгации он не видит. Тем временем Европа, напротив, призывает отменить режим ЧП как можно скорее. Больше о реакции европейских политиков и футболистов на события в Турции расскажет Татьяна Лагунова. Уважать верховенство права и как можно быстрее отменить чрезвычайное положение призывают Анкару в Берлине и Брюсселе. Европейские политики не скрывают, они опасаются, что турецкие власти используют переворот для закручивания гаек и преследования политических оппонентов. И открыто заявляют, если Турция проигнорирует мнение ЕС, то и Европа предпримет соответствующие ответные меры. Нас очень беспокоят сообщения о том, что были уволены тысячи военных и судей, и что университетским профессорам запретили покидать страну, что закрываются телеканалы. Мы ясно дали понять нашим турецким друзьям, мы поддерживаем демократические и легитимные институты. Но подрыв фундаментальных прав и свобод не имеет оправдания. И то, что сейчас происходит в сфере образования, СМИ, судебной системе, неприемлемо. Неприемлемой реакцию Анкары на попытку переворота назвали и в Австрии. Более того, министр иностранных дел Себастьян Курц раскритиковал выходцев из Турции, которые живут в Австрии, и выходят на демонстрации в поддержку Эрдогана. Дипломат заявил, если они хотят заниматься турецкой политикой, то могут спокойно вернуться на родину и делать это там. Впрочем, пока что уезжают не из стран Евросоюза в Турцию, а наоборот. Так, например, игрок немецкой национальной сборной Марио Гомес заявил, что покидает страну и больше не будет играть за клуб Бешикташ из-за политической ситуации в Турции. Ожидается, что вскоре его примеру последуют и другие звездные футболисты. Татьяна Лугунова, Геннадий Аникейенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. В Турции масштабные чистки увольняют учителей, преподавателей вузов, военных, судей и прокуроров. Неужели после неудавшегося путча турецкий лидер получил шанс расправиться со своими политическими оппонентами? Разбирался Сергей Ауслендер. Сторонники Эрдогана громят книжные магазины. Все в лучших традициях. Рвут книги, которые, по их мнению, недостаточно соответствуют мусульманским идеалам. Бьют седого продавца, пытающегося их остановить. И кричат «Аллах вели!». Больше нет никакой ползучей исламизации. Она идет открыто и полным ходом. Но это, по мнению экспертов, лишь начало. Дальше будет хуже. Над осколками некогда светской кемалистской Турции, которая так гордилась своей демократией, нависла тень Османской империи. Это реальная победа Эрдогана. Мы это не можем отрицать. И тот факт, что сегодня Эрдоган победил ту когорту кемалистской Турции, да, это сегодня факт. Факт, что сегодня Турция осталась без опоры светской власти, тоже факт. И поэтому, да, реально к лучшему самой Турции это не приведет. Сегодня американские источники говорят о том, что Эрдоган превратился в самого мощнейшего лидера Ближнего Востока. То есть перед ним открывается новая страница. И реально мы это наблюдаем. Армия, гарант Конституции, хранитель светской власти и защитница демократии разгромлена на голову. Повальные аресты среди офицерского корпуса метут, что называется, широким бреднем. Для взятия под стражу достаточно лишь подозрений в сочувствии к путчистам или доноса. Ситуация очень похожа на сталинские репрессии против военных перед началом войны, которые стали одной из причин ужасающего разгрома в 41-м году. Это непременно скажется на боеспособности турецкой армии. Больше сотни генералов, тысячи офицеров арестованы. Кто их теперь заменит? А вызовов перед Турцией сколько угодно. В Сирии идет тяжелая война, курды всерьез настроены на независимость. ИГИЛ приближается. Но внешние угрозы турецкого диктатора пока не беспокоят. Он строит новую Турцию, исламскую, с одним лидером и одним народом. И эта стремительная исламизация, которая после неудавшегося переворота пошла уже просто ударными темпами, очень беспокоит Запад. Те же американцы прекрасно понимают, что без турецких баз воздушную операцию против ИГИЛ придется сворачивать. Но Запад тоже не готов сидеть, сложа руки и смотреть, как Турция постепенно превращается в очередную ближневосточную диктатуру. Конечно же, Турция должна выдвинуть свою новую политику в отношении Европы. Потому что в этой ситуации и Европа, и США, они в определенном замешательстве. Сегодня вот недавно даже госсекретарь США Керри заявил, что НАТО будет осматривать вопрос о том, что возможно ли нахождение нынешней эрдугановской Турции в составе организации Североатлантического альянса. Турецкие генералы проглядели изменения в обществе, говорят аналитики. Не заметили, как за 10 лет правления Реджепа Эрдогана изменился народ и изменился баланс между светскими и религиозными турками. Этот баланс и позволил Эрдогану победить. Светские турки под танки не пошли. Зато, когда через Фейсбук, который он сам же называл адским орудием сатаны, Эрдоган призвал своих сторонников защитить его власть, на улицы вышли многочисленные прихожане стамбульских мечетей. И, возможно, июльский путь был последним шансом сохранить ту прежнюю Турцию, основатель которой Мустафа Кемаля-Татюрк однажды сказал, мой народ должен изучить принципы демократии, диктат правды и учения науки. Суеверие должно исчезнуть. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. И срочная новость. В Мюнхене неизвестные открыли огонь в торговом центре Олимпия. Сейчас с нами на прямой связи моя коллега Татьяна Лагунова. Таня, здравствуй. Есть ли информация о погибших и пострадавших? Да, Наталья, информация обновляется буквально каждую секунду. Действительно, на данный момент известно, что в крупнейшем торговом центре Мюнхена Олимпия неизвестные, либо же неизвестные открыли стрельбу по людям. Якобы это произошло в аптеке. Немецкие СМИ сообщают, что есть погибшие и раненые. По данным одних информагентств погиб один человек, 10 раненых. По данным других информагентств речь идет о 15 погибших. Но я хочу подчеркнуть, что при этом СМИ ссылаются на слова очевидцев. Полиция, либо другие официальные органы эту информацию пока никак не комментируют. Торговый центр оцеплен полицией. Людей эвакуируют. По некоторым данным нападавшие, либо же нападавшие сбежали. Их сейчас ищут. Власти Мюнхена уже призвали горожан оставаться дома. И пока без надобности не выходить на улицу. Ну и что, похоже, что речь идет об очередном террористическом акте. На этот раз в Мюнхене. Наталья. Спасибо, Таня Татьяна Лагунова. О том, что неизвестные открыли огонь в центре Мюнхена. Как работают министры и их ведомства? Совсем скоро деятельность чиновников можно будет мониторить онлайн. Премьер сегодня анонсировал создание системы контроля за исполнением поставленных задач. Что еще накануне 100 дней этого правительства обсуждали на сегодняшнем заседании? И какие решения приняли? Давайте посмотрим. Заседание начинается с минуты молчания по убитому журналисту Павлу Шеремету. Правоохранители сегодня не спят ночами для того, чтобы развязать это жахливое убийство. И чувствуют свою ответственность за то, чтобы это сделать, возможно, какому-то быстрее. Дальше к делу. Завтра у министров первый юбилей. 100 дней, как они на должностях. За это время от старых привычек премьер, видимо, не избавился. Гройсман требует дать бизнесу воздуха, интенсивнее вмешиваться в работу контролирующих органов. Политиков призывают не быть популистами, а простых граждан идти по конкурсу работать госслужащими. Прокомментировал премьер и свежие коррупционные аресты и скандалы. Это прояв, начало, конец коррупции в Украине. Вычищать их. Вычищать. Это тоже принципово важным задачем каждого министра. Я не буду терпеть, чтобы кто-то кого-то покрывался. Как министры борются с коррупцией в ведомствах и отраслях, премьер требует отчитаться в декабре. А вот осенью под шквал проверок попадут дорожные службы. Ведь на ремонт дорог из госбюджета ушло 26 миллиардов. Я хочу сейчас передать приветствую всем дорожным структурам с тем, что в осенью мы проверим абсолютно все. Мы найдем все фирмы, куда вы перераховывали деньги. И если мы найдем, что какие-то деньги были переведены в готубку, вы вымыты, будете сидеть. Отдельная тема – земельная коррупция. Уже два года контролирующего органа нет. И только теперь эту функцию передали госгеокадастру. Подразделение появится через несколько месяцев. Питание же не в том, чтобы найти, когда оно уже перепродано 150 раз. Питание в том, чтобы на ранних стадиях, когда только что-то начинает идти не по закону, это все выявлять и про это поведомлять правоохранные органы. Министры сегодня также утвердили и план погашения задолженности по зарплате. Она сегодня составляет почти 2 миллиарда гривен. Не будет проблем, обещают чиновники, и с деньгами для профтехучилищ. Уряд принял решение о выделении 98 миллионов стабилизационной дотации местным бюджетом, бюджетом тех мест областного значения, у которых выдатки на профтехосвиту становятся больше, чем 20% выдатков их бюджета. Это 20 мест. А чтобы проблем с финансированием ПТУ больше не было, чиновники от образования предлагают перевести училище на баланс областей, а не городов. При этом обещают помочь деньгами из госбюджета. Но пока все это лишь обсуждается. Анна Каменева, Вячеслав Ролов, подробности, телеканал Интер. Американка украинского происхождения, врач и волонтер Ульяна Супрун. С сегодняшнего дня она новый замминистра здравоохранения. Кабин назначил ее на должность по предложению президента. Супрун с осени 2013 года живет в Украине. Во время Евромайдана вместе с супругом она работала в медицинской службе. Позднее стала директором гуманитарных инициатив Всемирного конгресса украинцев и основала организацию защиты патриотов, которые обеспечивают бойцов аптечками стандарта НАТО. Год назад президент подписал указ о предоставлении супругам Супрун украинского гражданства. Предшественник Супрун Роман Василишин, напомню, был арестован и отстранен от должности. Во время обыска сотрудники СБУ изъяли у него более 50 тысяч долларов и 320 тысяч гривен. По данным правоохранителей, за неделю Василишин собирал до 100 тысяч гривен поборов из столичной Александровской больницы за операции. Заплатив 2 миллиона залога, экс-чиновник вышел из СИЗО. Сейчас он под домашним арестом носит электронный браслет. Само же Министерство здравоохранения без главы уже более трех месяцев сегодня в Кабмине сообщили о том, что планируют провести на следующей неделе заседание, посвященное реформе медицины и обсудить кандидатуру министра. Дело на 100 миллионов. Именно столько стоит сельхозтехника, которую крупный агрохолдинг незаконно отобрал у законных собственников. Те заявляют, что стали жертвами рейдерства. В ситуации разбирались наши корреспонденты. Сеялки-бороны. Всего 141 единица современного навесного и прицепного оборудования. Его компания «Профит-контроль» приобрела у фирмы «Буд-М» за более чем 100 миллионов гривен. Все бы ничего, но глаз на технику положил агрохолдинг «Мрия» и в скором времени изъял через суд. Все благодаря решению следователя Киевского управления национальной полиции Артема Тарасенко, который потребовал передать технику на хранение на время судебной тяжбы. Только не на государственную штрафплощадку, как того требует закон, а компании «Мрия Лизинг» – структурному подразделению одноименного холдинга. Следователь трубку не берет, попасть к нему невозможно. Сегодня на руках у «Профит-контроля» решение суда, которое подтверждает, что техника действительно принадлежит им. Но вернуть захваченное с помощью полиции имущество не может. На площадке техники нет. Свою технику представители «Профит-контроля» вынуждены искать прямо на полях. Нетрудно догадаться, что эксплуатирует ее агрохолдинг «Мрия», не имея на это никакого права. О том, что техника покидала территорию хранения и перемещается, в «Мрия Лизинг» даже не скрывают. «Профит-контроль» обратился в МВД. Правда, начальник тернопольской облполиции Александр Богомол сразу же ушел в отпуск, а его заместитель все стрелки переводит на Киев. Как выяснилось, «Профит-контроль» не единственная компания, которая подверглась рейдерской атаке. АТП «Глобалфид» также пытались захватить. Руководство «Глобалфид» убеждено, что это дело рук агрохолдинга «Мрия». Ведь его сотрудники неоднократно пытались попасть на территорию предприятия, прикрываясь фальшивыми документами. Правозащитники рассказывают, на сегодня это одна из самых распространенных схем рейдерского захвата. В данном случае четко прослеживается классическая схема рейдерского захвата имущества. Действия агрохолдинга «Мрия» в отношении упомянутых предприятий еще раз подтверждают, что в юридической отрасли в Украине происходит полный произвол. Представители «Профит-контроль» и «Глобалфид» на днях обратились в НАБУ, так как уверены, полиция с рейдерами заодно. Теперь вся надежда на антикоррупционное бюро. Оксана Григорьева, Леонид Аборин, подробности, телеканал «Интертернополь». Главу Международного валютного фонда Кристин Лагард ждет судебное разбирательство, так решил Верховный суд Франции. Лагард обвиняют в халатности в период, когда она занимала пост министра финансов Франции. Якобы по ее приказу в 2008 году бизнесмен Бернард Апи получил многомиллионную компенсацию от министерства. Сама Лагард вину отрицает, но из-за судебных тяжб, возможно, ей придется отказаться от второго срока на должности главы Международного валютного фонда. Уже почти неделю на улицах Еревана не прекращается противостояние. О последствиях уличных волнений заложниках в отделении полиции и запоздалой реакции властей нам расскажет Данил Русаков. Возле захваченного отделения полиции жители Еревана простояли всю минувшую ночь до самого рассвета. С собой принесли пакеты с продуктами и водой. Требования все те же не штурмовать здание, передать властные полномочия учредительному парламенту и осуществить полную перезагрузку власти в стране. Новость номер один за сегодня это то, что на пятый день захвата президент Армении Серж Сарксям вызвал к себе в президентский дворец всех силовиков и дал речь. И сейчас она активно обсуждается в армянской сети. Глава республики призвал всех сложить оружие и разойтись. Наша страна в настоящее время переживает трудные и ответственные дни. Причины, конечно, на данный момент я не стану затрагивать. Сейчас не время. Скажу только, что все мы должны извлечь уроки из этого. Еще одно требование – освободить взятых в заложники четверых полицейских. Об этом Сарксян говорил еще в начале недели. И тогда ему улица ответила волнениями. Также сегодня стало известно, 16 участников вчерашней потасовки между демонстрантами и сотрудниками МВД по ходатайству Следственного комитета Армении заключили под стражу. Им инкриминируют участие в массовых беспорядках. Напомним, накануне пострадали более 30 человек, часть из них находится в реанимации. Сегодня в Ереване спокойно продолжают работу торговые центры, ходит общественный транспорт. Однако по городу уже поползли слухи. В ближайшее время на улицах появится военная техника. Как отреагируют манифестанты на возможный штурм? О том, что он может произойти уже в самое ближайшее время, в Армении говорили все последние дни. И похоже, ни власть, ни оппозиция отступать не спешат. Данил Русаков, Сергей Ведмить, Московское бюро, телеканала Интер. 75 минут длилась речь кандидатов президента США Дональда Трампа. Это самый длинный спич в истории американских президентских конвенций. Что же пообещал эксцентричный миллиардер и как реагировал зал, узнаем от нашего Сапкора в США Юлии Мендель. Партия разъединена, в Америке протесты, но Дональд Трамп победитель. По крайней мере, как кандидат в президенты от республиканцев. Последний день съезда партии в Кливленде был похож на карнавал, где среди людей в строгих костюмах разгуливали фееричные исторические персонажи. Вот, например, один из делегатов по случаю избрания Трампа кандидатом разоделся Джорджем Вашингтоном, символом американской революции и лидерства нации. А пока заключительное слово Трампа ждали в Кливленде и его сторонники, и оппоненты, Госдепартаменту пришлось объясняться за выходки самого кандидата. Госсекретарь Джон Керри опроверг высказывание Трампа, что в случае его избрания США не смогут гарантировать безопасность всех членов НАТО. Я хочу, чтобы наши партнеры по НАТО четко понимали, эта администрация, как и каждая администрация с 1949 года, республиканская или демократическая, остаются преданными НАТО и нашим обязательствам по безопасности. В последний день съезда партии Трамп выступает самой длинной речью, которую когда-либо произносили на конвенциях. Она длится 1 час 15 минут. И здесь он неожиданно называет почти все пункты кампании демократов. Например, о защите детей или об образовании без кредитов. А также становится на сторону протестующих против него секс-меньшинств. Даже его бизнес-партнер, миллиардер Питер Тиль, рассыпаясь в комплиментах Трампу, сознается, что он гей. Я горжусь тем, что я гей. Я горжусь тем, что я республиканец. Я не соглашаюсь со всеми позициями партий, но искусственные и культурные войны только отвлекают нас от падения экономики. Сам Трамп особое внимание уделил защите границ и борьбе с терроризмом. У нас должны быть самые лучшие спецслужбы в любой точке мира. Мы должны работать со всеми нашими союзниками, которые разделяют нашу цель уничтожения ИГИЛ и подавить исламский терроризм прямо сейчас и быстро. Сразу после речи эксперты СНН называют ее очень обобщенной. Мол, Трамп рисует сказку, но не рассказывает, как этого будет достигать. А также нарекают речь националистичной. Это же волнует и протестующих на улице. В худшем случае, если Трамп станет президентом, мы увидим повторение правления Гитлера. В лучшем Джорджа Буша. Во время выступления Трамп называл себя республиканцем. Напомню, в партии он записался незадолго до начала президентской кампании. А до этого долгие годы финансировал кампании своего нынешнего оппонента Хиллари Клинтон. Что же касается самой соперницы Трампа Хиллари Клинтон, ее речь мы ожидаем услышать на следующей неделе. Демократы официально номинируют Хиллари как кандидата в президенты от своей партии 25-28 июля в Пенсильвании. Юлия Мендель, Юрий Романюк. Подробности. Американское бюро телеканала Интер. Сразу два секс-скандала в разных уголках планеты. Уникальная операция в Великобритании. И индийский красавец, который покорил мир. Об этом и не только в нашем обзоре. Фотосессия в день рождения принца. Кенсингтонский дворец опубликовал новые портреты маленького Джорджа. Сыну Кейт Миддлтон и принца Уильяма сегодня три года. Автор снимков, профессиональный фотограф Мэтт Портеус. То, что герцоги и герцогиня Кембриджские выбрали для публикации именно его работы, фотохудожник назвал большой честью. Секс-топ-скандалы в США из-за обвинений в сексуальных домогательствах с должности ушел генеральный директор американского телеканала Fox News Роджер Айлз. На него подала иск в суд бывшая телеведущая Гретхен Карлсон. После этого еще несколько бывших сотрудниц компании рассказали о чрезмерном внимании со стороны Айлза. Также в центре секс-скандала оказался и президент южнокорейской компании Samsung. 74-летнюю Ли Гон Хи застукали с девицами. Компрометирующее видео со скрытых камер обнародовали местные СМИ. Голоса на записи подтверждают. За интимные услуги пять ночных бабочек от престарелого лавелласа получили 4500 долларов. Мистером мира впервые стал индиец. Конкурс проходил в гританском Саутпорте. Рахита Канделвала признали самым красивым среди 47 мужчин со всей планеты. В конкурсах красоты 27-летний актер и модель раньше уже участвовал, но титул мистера мира выиграл впервые. Победа принесла Канделвалу 50 тысяч долларов вознаграждения. Вне протокола. 63-летний крон-принц Таиланда прилетел в Мюнхен в джинсах и коротком топе. С трапа самолета титулованный гость сошел в сопровождении супруги, держа в руках белого пуделя. 30 человек охраны наследника престола в строгих костюмах. В Баварии принц любит отдыхать на вилле возле озера Штарнберг, который укупил своей третьей жене за 10 миллионов евро. Кисти одновременно обеих рук впервые пересадили пациенту в Британии. 57-летний Крис Кинг получил их от одного донора. По словам хирургов, это первый в мире случай, когда удалось пересадить кисти рук ниже запястья. Три года назад британец пережил несчастный случай. После уникальной операции он мечтает ездить на велосипеде, застегивать пуговицы и косить лужайку возле дома. Аукцион Сотбис выставляет редкую довоенную Альфа-Ромео. Автомобиль 1939 года выпустили только в 32 экземплярах. До наших дней сохранилось 12 таких раритетных авто. Организаторы предполагают, эта модель станет самой дорогой из проданных на аукционах довоенных машин. За нее планируют выручить 15 миллионов долларов. торги проведут в августе. Наш сайт подробностей UA и информация там обновляется постоянно. Хороших вам новостей. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok